Уволены два инспектора авиационной администрации Казахстана, проводившие сертификацию Бекэр в ноябре 2019 года. Выяснилось, проверка выполнена не в полном объеме, заявил генеральный директор организации Питер Гриффитс. Кроме того, Казахстану могут запретить полеты в Европейский Союз из-за систематических нарушений в компании Бекэр. Гриффитс рассказал, что Европейское агентство по безопасности полетов проверяло авиакомпанию два раза. В 2016 году и после крушения Фокер-100 под Алматы выявлены одни и те же нарушения. У европейцев возникли вопросы об эффективности авиационной администрации, если авиакомпания за столько лет не устранила проблемы. Моя роль это доказать Европейскому Союзу и США, что у нас есть сильный регулятор, который способен разобраться в индустрии, потому что именно они дают нам право на открытое небо. Если США поймут, что в Казахстане слабый регулятор, то никакого открытого неба нам не светит. Напомню, результаты внеплановой проверки Бекэр обещали обнародовать 27 февраля. После чего у авиакомпании есть шанс в течение полугода устранить нарушения, пройти повторную сертификацию и возобновить работу. Летный сертификат авиакомпании приостановлен после катастрофы 27 декабря. Самолет Бекэр потерпел крушение сразу после взлета в аэропорту Алматы. Трагедия унесла жизни 13 человек.